Горячий источник в жилой квартире. Жители дома по улице Озерной 5Б в поселке Искатели уже опустили руки. Прорыв трубы с кипятком случается здесь постоянно, причем страдает одна и та же квартира. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Мне дочка позвонила, мама, езжай быстрее. Серега зашел и прямо в этот гербок. Семья Соломиных квартиру в этом доме приобрела еще в 2008 году. Первые проблемы начались спустя два года. Тогда отходами из септика затопило в первый раз. Своими силами хозяева очистили квартиру. Сотрудники управляющей компании предложили разделить общий сток. Таким образом предотвратить коричневые потопы на будущее. Жители согласились. Однако через год ситуация повторилась. Я приехала, и мы все это вычерпывали, вычерпывали. Я в автобусе домой ехала, от меня все шарахали, сказали, откуда она была, с какой канализацией. Ладно. Потом, как говорится, вот сейчас не фекалий, так затопило. И месяц назад у нее в комнате там прорвало трубу. Кипяток свистал, как говорится, во все концы. А сейчас вот опять. Наверху женщина уже не живет, а там, видимо, трубу вот-то прорвало. Каждый потоп обходился семье в копеечку. Ремонт квартиры делали за свой счет. В 2012 году во всем доме меняли трубы за собственные средства. Переходили от чугунных на пластиковые. Вот тут началась череда водных потопов. Заливало даже в спальне ночью. Нине Соломиной приходилось опять вызывать бригаду. А так же пришел. Никакой. Завтра. Я говорю, так у меня за час ведро уже кипятка набежало. Ну, так что мастер сказал. Я опять слезы. Я никак не мог добиться, что почему такая проблема-то у нас. Ты за квартиру платишь вовремя. Никаких задолженностей нет. И постоянно вот топят, и у них вот такое отношение. А вот вчера вот такая ситуация произошла. Потому что вообще две бригады, и оба ни в каких состояниях, как вот мне знакомые сказали. Это хорошо, что вот в квартире остался кот. А если бы не было его, и вот там вот на втором бы провал, это же, когда бы кто пришел в квартиру там проверить. Нина Соломина потеряла покой. Трубы прорывала постоянно. Дом настолько покосился, что при очередном ремонте пришлось снять все двери. Вот всё с наклоном, двери поснимали, потому что двери не открыть, не закрыть. А зимой вообще холодина. Если ветер, так вообще дома холодина. Надо на ноги валенки или что ли одевать. Вот так вот. Спят в одежде зимой, холодно. Окна-то такие, что свищутся кругом. Вот так вот, что ещё. На какие-то меры, я не знаю, как вот ещё с ними, с нашими этими. Все последствия прорывов утекали под дом. По словам жителей, откачка септика уже давно не производилась. Внизу вот там, у них там, они, вы знаете, что у вас туда всё идёт? Всё, говорит, под дом. А мы говорим, мы откуда знаем, мы же там не бываем. Это говорят, слесаря. Машина не приезжает уже какое время? Что всё там, всё, говорит, прорвало, все трубы, я не знаю, там делать. Конечно, сейчас уже дом идёт под снос, естественно, уже никто ничего делать не будет. Последний прорыв трубы случился уже у соседей сверху, хотя там давно уже не живут. Так как дом под снос, несколько семи уже обрели долгожданные новые квартиры. Сама хозяйка затопленного жилья находится в отпуске и не представляет, как ей возвращаться домой в ожидании нового потопа и устранения последствий старого. Из-за этих проблем в жилых помещениях постоянная сырость, которая сказывается на здоровье. А надежда на переселение семьи в новый дом тает на глазах. Так называемый в народе склеп будет передан на заселение только в декабре. Тем временем верхний дом уже складывается волнами. Здесь жить невозможно. Запахи, во-первых. Вот хозяйка сама квартиры, да, она уже задыхается. У неё астма, наверное, началась уже, потому что у неё был такой криз, что и давление поднялось, и всё, она уже задыхается здесь. Это же невозможно здесь действительно ведь. А когда ветер, это всё поднимается вверх. По последнему случаю с отопления квартиры было проведено обследование управляющей компании, а также составлен акт. Что касается вот этого залива, значит, мы исследуем этот акт, мы его посмотрим, отпишем его, естественно, наши строители посмотрят, и вопрос будет решаться следующим образом. Если что, мы сделаем какой-то ремонт там. Ну, они посмотрят, если что, сделают какой-то ремонт. Как-то так. Если они там будут находиться в доме, и нельзя будет это сделать, я так понимаю, что это какое-то, ну, обои, наверное, может, ещё что-нибудь. Так, они посмотрят. Ну, мы их на этот момент можем отселить. Однако с таким решением хозяйка квартиры не согласна. Женщина намерена идти дальше и обращаться в департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, а также в прокуратуру. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Дуркина, Антон Возряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.